Здравствуйте, дорогие друзья! Я ещё один ролик запишу на тему мистических переживаний, или же видений, полученных после посещения святой обители Дивеева, Четвёртого дела Престой Богородицы. Этот ролик будет связан также непосредственно с великим святым Серафимом Саровским. Я записывал уже несколько, может быть, даже десятков роликов на эту тему. И я рассказывал о одной необычной мистической иконе, которая находится в частном доме, в частном секторе. В этом доме как бы сдаётся часть дома как гостиницу. И мы, когда первый раз приезжали, остановились в этом доме, и мы жили в номере, в котором стояла огромная икона. Ролик этот есть на Ютубе, кому будет интересно, можете посмотреть ещё раз. Вполне возможно, что мы этот ролик полностью ставим ещё раз в это видео, чтобы вы понимали, о чём идёт речь. И, естественно, когда мы первый раз приехали, я понял, что в нашей поездке было очень много мистицизма. И этот мистицизм связан с благословением самого Серафима Саровского, который дал понять, что наша поездка, наш приезд в Дивеевскую обитель был для него, или в большей, конечно же, степени для нас благоприятен. Но и в то же самое время это было его благословение. То есть это не наша заслуга, это не то, что мы заслужили своими деяниями. Я обычный человек, я очень простой человек, поэтому какими-то достоинствами перед православием я вообще не обладаю, тем более ещё и в традиции йоги получается, как бы я какой-то такой не совсем православный. Но, тем не менее, тем, что я вижу, я делюсь обязательно. И, по всей видимости, что-то всё-таки вызвало или проявило интерес со стороны этого великого святого, этой чудотворной иконы, и мы, соответственно, туда поехали. Так вот, в какой-то момент уже также после возвращения, уже после третьей нашей поездки, во время чтения мантры, во время медитации я увидел некое будущее. То есть это будущее, не могу сказать, через которое время, но приблизительно через полгода или через год, допустим. Я увидел, что нахожусь опять-таки в этом номере, опять-таки в этой гостинице. И я знаю, что эта икона, чудотворная икона, которая нас привезла в первый раз, она также находится в этом доме. При этом я вижу, как малыши разместились, расположились уже на кроватях, они там что-то играют с нашей дети. Моя супруга также чем-то занимается, лежа на кровати, по всей видимости, отдыхает. То есть я видел будущее, душа перенеслась в будущее, я видел будущее. Мы все находились в этой комнате. И я понимал, что именно в этой комнате находится та же самая икона Серафима Саровского. Но когда я повернул голову, я в какой-то момент увидел, что тумбочка, на которой стояла эта икона, она была пуста. То есть иконы Серафима Саровского нет. И я прекрасно понимаю, что подобные видения, подобные знаки, они указывают на то, что как бы человек или душа человека лишилась благодати или защиты святых или святого, или Дивеевской обители. И таким образом, как бы это на самом деле является очень таким, очень плохим и очень печальным знаком. Знаком, указывающим на то, что святые сняли свою благодать, своё благословение, и, собственно, ты им не нужен. Как это происходит? В результате чего это случается? На самом деле, если мы совершаем дурные поступки, такое может быть. То есть если мы будем грубить, хамить, дурно отзываться о святых, как-то порочить их имена, то, соответственно, святые могут отвернуться от нас, а Господь, соответственно, ещё и накажет. И, естественно, я подумал, что, боже мой, что я такое сделал? Как бы великий святой, я так много старался записывать ролики, так много старался рассказывать о Серафиме Саровском. И тут я уже с какими-то своими поступками его оскорбил, оскорбил его иконы, оскорбил его величие, святость, чистоту, оскорбил в целом православие всё. Меня это очень сильно испугало. Я подумал, боже мой, что же делать? Когда я целые сутки ходил и думал, что же я такое сделал? Хотя, в принципе, я ничего такого не сделал-то. Но мы съездили, мы посетили все святые места в Дивеевской обители, поклонились всем мощам, прошлись несколько раз по святой канавке, купили какие-то там необходимые для нас святыни, то есть иконы, святые масла, сухарики и так далее. Ну, собственно, что ещё можно там сделать? Да ничего, старались читать молитвы везде, старались быть в приподнятом хорошем благоговейном состоянии. Но это моё состояние, да, то есть я всегда за этим стараюсь следить. И чем мы могли там оскорбить Серафима Саровского, причин не было. Но в то же самое время я вот в течение суток это видение никому не рассказывал. Я не мог понять, где я уже чего-то сделал не очень хорошее. Вот, я даже супруге боялся рассказывать. А на следующий день было следующее видение, которое дало ответ на видение, которое случилось именно вот в этот день. В следующий день я также во время медитации, также читая мантру, в какой-то момент вышел из тела прямо вперёд во время чтения мантры, да, вот, и оказался у себя в квартире в центре комнаты. А медитацию я выполнял, сидя на диване, то есть в левой части дивана. И как бы я так уютно расположился, и меня просто вот вытолкнуло вперёд, да. Я открываю глаза, я понимаю, что я в астральном мире, оглядываюсь вокруг и пытаюсь понять, что меня подтолкнуло, чтобы я вышел, да. Как бы я не хотел получить никаких знаний, никаких видений, вот, не хотел посмотреть будущее какой-то страны и так далее. То есть причина выхода не было, у меня не было намерения. И в то же самое время мне захотелось повернуть голову вправо. Я поворачиваю голову вправо, и по мне просто мурашки начинают бегать от удивления, радости и внутреннего какого-то счастья. Я вижу, как в другой части дивана, то есть если я сидел в левой части дивана, то с другой стороны, в самом-самом конце дивана сидит тот самый святой, поклоняться которому мы ездили в Дивеевскую обитель, да, это был Серафим Саровский. И он сидит с такой чашей, я не знаю, как эта чаша называется, но с такой чашей выходят священники во время того, как они дают причастие, да. Я так понимаю, там находится вино, и там же находятся маленькие кусочки просфорки, да. Я ещё раз подчёркиваю, я не специалист, я просто видел эту чашу, она у него была в левой руке. В правой руке у него была маленькая ложечка, и он вылавливал какие-то частички и этими частичками кормил маленьких детей. Кроме Серафима Саровского в помещении, как оказалось, было ещё около десятка или полутора десятков маленьких детей. И эти дети, они игрались между собой, бегали, суетились. Среди них я видел двух своих малышей, и старшего, и младшенького, я понимаю, что им так было весело, так было радостно, они бегали, суетились, что-то там делали, игрались. Что самое интересное, половина детей были представителями человеческой расы, то есть у них были тёмные волосы. Одни были русые, другие были чёрненькими. Мои малыши, в частности, чёрненькие, у них чёрные волосы. Другие были, как я уже сказал, русые. Но часть детей были беленькие, белёсые. И у них волосы были настолько... Я даже в какой-то момент поймал себя на том, что я наблюдаю за их прическами и любуюсь вот этими вот завитушками, которые у них есть на голове. Часть малышей, которые игрались в этом же самом помещении, обладали цветом волос белыми. То есть это такие вот чисто-чисто белые, очень-очень красивые, какие-то такие небесные оттенки. И они вот бегали, суетились между собой, да? То есть эти беленькие малыши и эти наши, эти мои сыновья, они дружили, что-то там делились, потом забирали, потом опять делились. То есть у них вот это такое движение постоянное было. Это такая суета. И в то же самое время они по очереди, каждый обязательно подбегал к Серафиму Саровскому, открывал ротик, и Серафим Саровский вкладывал туда, в ротик им, ну, как бы причащал из этой ложечки, я не знаю, там, по-моему, виной, да? И вот этот вот кусочек просфорки. И вот он всё это вкладывал им в ротик, они сразу же закрывали ротик и продолжали бежать, играться в этой дружной шумной компании. Подбегал сразу же следующий мальчик. Часть детей при этом я не знал, откуда они взялись, кто они такие. Вот, меня всё-таки больше привлекали те маленькие мальчики, у которых были белые волосы. Что ещё мне очень понравилось, то, что эти мальчики, они были ровесниками моим малышам, они, на удивление, если мои малыши бегали, топали ножками по полу, да, то эти мальчики белые, они летали над полом на расстоянии там 20-30 сантиметров. Ну и получается, по высоте они были как бы в одной компании, шумной компании, да, и они дружили, как-то так вот всё-всё это происходило. И что самое интересное, у них за спинами неотчётливо, но проявлялись небольшие крылышки. Вот, я понимаю, что, скорее всего, эти крылья были целенаправленно скрыты, чтобы люди как бы не особо пугались, если кто-то увидит состояние сновидения или видение этих маленьких детей. И что ещё более поразительно, только спустя сутки я понял, что это были ангельские существа. То есть это ангелы-хранители, вполне возможно, это ангелы-хранители были именно наших детей, других тех детей, которые вместе с ними игрались. Вполне возможно, что это были не ангелы-хранители, это были просто ангелы, которые с ними игрались. Но вот этот момент уже тяжело прояснить, не могу сказать. Но то, что были эти вот маленькие белобрысенькие мальчуганы, которые парили над землёй и постоянно игрались в какие-то игрушки с моими малышами, то есть это были ангельские существа. И что ещё интересно, эти ангелы, они также подлетали к Серафиму Саровскому. И Серафим Саровский причащал даже ангелов. Представляете, даже как бы святой земной учитель, он по своей духовности, по своей святости даже причащал даже ангелов. Это просто неописуемо, насколько глубоко это было переживание. И это, ну, естественно, это надо видеть. Это невозможно вот так вот, я стараюсь как можно больше деталей описать, чтобы вы понимали в целом саму суть, саму картинку, которую я видел, да, само видение, которое я переживал. Но это было просто неописуемо, любопытно, интересно и неожиданно. Что самое интересное для меня? Неожиданно. То есть, таким образом, как бы Серафим Саровский дал понять, или его чудотворная икона дала понять, что часть благодати всё-таки мы привезли с собой из Дивеевской обители. И эта часть благодати, она будет находиться в нашей семье, там, где будем мы. И эта часть благодати, она также находится и на наших малышах. Поэтому в обязательном порядке, если ездим по святым местам, нужно брать обязательно наших детей. Без детей, без, ну, естественно, и родителей нужно брать, и родственников, братьев, дядьёв, ребёнок наших. То есть, всю родню, которая есть, желательно, чтобы мы все ездили, поскольку эти места, они благодатны по своей сути и, ну, неописуемо прекрасны и великолепны по тем количествам благословений, которые может получить каждый из нас. Ведь мы же понимаем, что дети — невинные существа, и они получить благословения, в принципе, не могут. Они даже не понимают, по большому счёту, где они находятся. Им просто нравится что-то, нравится бегать, гулять, резвиться. Вот, даже когда в святые места мы ездим, они там, ну, что они делают? Они молитвы читают? Да не читают они. Они просто бегают, и им там хорошо всё. Но в то же самое время они получают эту духовную силу, духовную благодать, духовную милость и от Серафима Саровского, и ангелы, даже ангелы причащаются. Естественно, мне бы хотелось подчеркнуть, что, пожалуйста, не думайте, что это Серафим Саровский был у меня дома. Нет, ни в коем случае. Это видение, которое указывает на то, что есть какая-то духовная благодать, которая приехала с нами, и она таким образом как бы останется в нашей семье, в наших потомках. И то, каким образом я увидел, это является указанием как бы или же интерпретацией моего ума всего того, что я увидел. То есть, естественно, это был не Серафим Саровский, это было его благословение. Но учитывая то, что благословение не отлично от самого благословляющего, можно сказать, что как бы это была его энергия, его сила духовная. Ну вот как-то так. Ещё раз подчёркиваю, естественно, я очень далёкий человек от христианства. Я по мере возможности всем, что вижу, я делюсь, рассказываю. Но вот, может быть, мой рассказ немножко кривоватый. Я не всех названий знаю, не всё, что вижу, понимаю. Но так или иначе такое видение я получил. Поэтому, друзья мои, давайте любить Серафима Саровского, молиться ему. Обязательно ездить в Дивеевскую обитель, почитать Серафима Саровского и обязательно тех святых, которые там также есть. А там ещё очень много святых, там около, наверное, полутора десятков святых. То есть, это очень богатая обитель на духовных подвижников. До новых встреч!